Даша, скажи, пожалуйста, что для тебя является залогом, скажем так, доброго утра? Ох, ну, в условиях пандемии для меня доброе, значит, здоровое, да, уже. А я обязательно делаю небольшую разминку и выпиваю стакан воды. Кстати, воду нужно пить натощак. Такое простое правило, а сколько пользы. Расскажи давай поподробнее, а то все говорят, что это полезно. Ну, почему никто не объясняет? Ну, смотри, вот стакан воды по утрам устраняет дефицит жидкости в организме. Еще очищает дыхательные пути от токсинов, которые скопились за ночь. А еще таким образом желудок подготавливается к работе. И уже через полчаса можно приступать к завтра. Слушай, ну, действительно, отличная идея начинать заботиться о своем здоровье с самого утра. Ведь особенно сейчас крепкий иммунитет может быть решающим фактором борьбы против вируса. О нашем здоровье мы еще поговорим. Ну, а пока предлагаю узнать, каким будет предстоящий день. Во всех нюансах поможет разобраться наш таролог Марина Салиева. Марина, доброе утро. Как я люблю эту часть программы. Всегда улыбающаяся Марина. Вот она, Марина, наша Марина, мисс Улыбка. Марина, доброе утро. Ну что, рассказывайте, что нас ждет сегодня? Какая карта? Барабанная дробь. Это что-то новое. Это рыцарь-чаш. Как называется карта? Рыцарь-чаш или рыцарь-кубка. Угу. Так. Что-то прямо очень хорошо у него. На коне, да, триумфы. Да, хороший день. Это день встреч. День, который нужно провести с любимым человеком. Если такого человека нет, то будьте во всеоружии. Вы сегодня запросто можете встретить свою вторую половинку. Если вообще переносить в жизнь, то если у вас было какое-то дело, которое вы оставили на потом, потому что оно требовало творческого подхода, сегодня самое дело его начать. Если у вас была какая-то ссора с мамой, с папой, с друзьями, с молодым человеком, с девушкой, идите на примирение. Сегодня все получится. Если говорить еще немножко другими словами, это карта встреч. Сегодня вы можете познакомиться с каким-то человеком, а ваше партнерство будет очень долгим. Может быть, даже на всю жизнь. То есть, ну вот, к примеру, идете вы по улице, встретили парикмахерскую салон красоты, думаю, а надо бы мне подстричься. Зашли, и так понравился вам парикмахер, что вы на долгие годы остались вместе с ним. То же самое и по бизнесу. Сегодня вы можете познакомиться с человеком, с которым разовьете свой бизнес и добьетесь новых высот. То есть, это карта долгого, плодотворительного сотрудничества, очень приятного. Вот как-то в этом роде. А вот что карта говорится? Если о негативной стороне поговорить, то сегодня не нужно, как сказать, нужно быть немножко рациональным. Потому что сегодня будет такой день, который будет склонен к знакомствам. Ну, чтобы себя не обмануться, нужно все равно как-то голову включать и не бросаться в омут с головой, скажем так. То есть, я один увидел, да, на этой карте транспортное средство и водителя с кубком в руках. Хотела сказать, ни в коем случае сегодня не садитесь за руль после того, как подержали в руках кубок. Ну, нет. Ну, это, знаете, это любая карта вам скажет, что после того, как вы подержали кубок, за руль садиться совершенно не нужно. Хорошо. А что карта говорит, вот данная, про какие-то поездки, путешествия, если кто-то сегодня-завтра собирается? Отличная, отличная карта, отличные путешествия, все будет хорошо, партнерство будет хорошее, может где-то за границей заведут какие-то полезные знакомства. Но это карта встреч, карта знакомств, карта приятных таких. Все классно будет, да, в общем? Прекрасный день. Обожаю ваши карты. Да-да-да. Что не карта, так прекрасно. Нет, здрасте, у меня были дни, когда Марина говорила, ребята, эта карта сложная, прям будьте во все внимание, будьте в лечуку. Это просто тебе везет, Даша. Но ты сама светлая, поэтому вот так, у тебя все дни такие. Спасибо большое, Мариночка, хорошего дня вам. Спасибо, до свидания. До завтра.